Здравствуйте! О том, чем запомнилась минувшая неделя, поговорим в ближайшие полчаса. Вы смотрите итоги на своем. Я Герман Кудеяров. Вот главные темы. Губернатор Владимир Владимиров проверил ход ремонтных работ на Ковминводах. На Ставрополе подвели итоги ЕГЭ, а бюджет региона вырос до нового рекорда. Это коротко, а теперь к полному анонсу выпуска. На Ставрополе набирает обороты уборочная кампания. Что собирают? В Новоселецком округе абонентов подключили к новому водоводу. Как теперь ставропольцы проводят лето. Содержание дорог Ставрополя. Какой техникой пополнился автопарк региона? И на Ставрополье снова пришла жара. Расскажем, как обезопасить себя и транспорт. Мы начинаем. Губернатор Владимир Владимиров поручил ускорить решение вопроса обеспечения водой жителей станицы Зорльской Кировского округа. Как прозвучало на еженедельной планерке в правительстве региона, слабый напор воды связан с тем, что существующие скважины не справляются с нагрузкой. Владимир Владимиров поставил задачу создать новые скважины. Главам других территорий края поручено взять на контроль решение проблем с водоснабжением в своих округах. Я попрошу, чтобы с МинжКХ все главы отработали. И те объекты, которые сегодня так подгорают, как Зорльская, многие Миналоводского городского округа объекты, чтобы они однозначно вошли в эту программу. Обсудили и ход уборки на Ставрополье. Аграрии уже собрали первый миллион тонн зерна. Средняя урожайность по краю составила 34 центни раз гектара. Это уже больше показателей прошлого года. И в продолжении сельскохозяйственной темы. Уборочная кампания на Ставрополье набирает обороты. Аграрии уже собрали первый миллион тонн зерновых. Комбайны обработали более 300 тысяч гектаров. В Петровском округе убрали 30% площадей. Кроме пшеницы, в ангары отправили азимы рапс и горох. Кира Мартынова побывала в полях. Ряд за рядом комбайны убирают созревшие стручки. Следом идет трактор. Проводит противопожарную опашку. Сейчас на этом поле заканчивает уборку так называемого продовольственного гороха. Всего под эту культуру в сельхозпредприятии выделено около 640 гектаров. Так как этот год выдался сложным в плане осадков, ожидаемая урожайность примерно 15-16 центнеров с гектара. Всего у предприятия порядка 6 тысяч гектаров земли. Выращивают горох, рапс, кукурузу, картофель и пшеницу. Пока движемся в штатном режиме. Вот на вчерашний день убран азимый ячмень. Плановая урожайность выполнена. Даже намолотили там на 50 тонн больше. Урожай гороха немножечко хуже, чем планировали. Ну, тем не менее, уже факт, что есть. Сегодня планируем уже приступить к уборке азимой пшеницы. Азимый рапс вчера попробовали. Ну, влажность еще немножечко, там 2% больше. Поэтому день-два и через пару дней начнем выбирать азимый рапс. Петровский округ относится к зоне рискованного земледелия. Причина – засушливая почва. За три года предприятие построило систему мелиорации. За счет господдержки компенсировали часть затрат. Уникальность нашей системы за орошение заключается в том, что у нас канал в бетоне, канал находится выше уровня полей. То бишь третий этап орошения, там порядка 20 машин, они у нас включаются от естественного перепада, создается там 5 атмосфер без электричества абсолютно. Теперь под орошением больше 3,5 тысяч гектаров. В прошлом году уже почувствовали профит от регулярного полива. Та же кукуруза, вот мы в среднем закрыли урожай там 13 тонн. Из них до 15 тонн с гектара это давала орошаемая кукуруза, и грубо говоря 5,5 тонн давала кукуруза без орошения. То есть разница в 10 тонн, в 100 тысяч рублей на гектаре, ну уже о чем-то говорит. По информации Краевого Минсельхоза, в округе уборка вошла в основную фазу. Общая площадь больше 130 тысяч гектаров. Уже убрано 30% от плана. Средняя урожайность составляет 21,2 центра с гектара. Если в разрезе культур, то скажу, что пшеница сыпет 30 центров с гектара, а зимой ячмень 39, горох 14. И сейчас выходим на зиму и пшеницу, конечно, будет урожайность немножко повышаться. Но по сравнению с прошлыми годами будет где-то на 25-30 валовый сбор меньше. Бороться с засухой помогает развитие мелиорации в округе. В этом году возможно прибавиться еще полторы тысячи орошаемых гектаров. Внедряем нулевую технологию, то есть безотвальная обработка почвы. Вот у нас порядка 40% площадей обрабатываются по нулю, как называется. То есть без оборота пласта раньше пахали, культивировали, сейчас нулевая обработка. Это уже одна из таких мер, которые позволяют нам, нашим хозяйствам, держаться на плаву. Кира Мартынова и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. В Кисловодске продолжается обустройство комплексной зоны отдыха на улице Озерной. Губернатор Владимир Владимиров проверил ход работ в Комсомольском парке и на Старом озере. Для удобства объекты будут связывать пешеходно-беговая дорожка протяженностью 4 километра. Глава региона отметил, там создадут большую площадку со сценой. Кроме того, Владимир Владимиров поручил обустроить достаточное количество парковых мест. Также губернатор проверил и ход благоустройства курортной зоны в Пятигорске. До конца года работы планируют завершить на семи улицах, а также на проспекте Кирова, до улицы Дзержинского и Сквера Деды. Глава края отметил важность популяризации истории Пятигорска, и в том числе за счет создания связанных с ним арт-объектов и малых архитектурных форм. Проект готовят по госпрограмме развития Северокавказского федерального округа. Интеллигенция самая знаменитая Российской империи, Советского Союза, сегодня Россия. Здесь гуляла, здесь вдохновлялась, здесь создавала лучшие рассказы, поэмы, и здесь развивалась. Здесь Шаляпин пел. То есть тут большая история. Чтобы человек это почувствовал, здесь должно быть, знаете, чисто, красиво, зелено, и понятно, где ты находишься. В Пятигорске Владимир Владимиров проследил и за подготовкой к открытию регионального информационного центра ТАСС. Первая такая информплощадка в Край заработала с февраля этого года в Ставрополе. А мы идем далее. В селе Новоселецком переподключили абонентов к новому водоводу. Теперь людям не нужно бояться стирать белые вещи, а еще сидеть без воды целую неделю. Новый водопровод снизит аварийность и увеличит напор воды. Как теперь проводят лето жители округа, узнала Анастасия Толстолуцкая. Старым трубам в селе Новоселецкое было больше 50 лет. Они износились. Напор воды в домах был маленький, особенно летом, когда вода так нужна. Но все изменилось. Теперь в кранах течет чистая вода, а главное – ее много. Проблем было немало. Ржавая вода – слабый напор. Было очень страшно закладывать белые вещи. Потому что вода могла пойти желтая в любой момент. Многодетная мама Анастасия не могла набрать бассейн для трех дочерей. Теперь дети с удовольствием купаются в жару прямо во дворе. Раньше были проблемы не только, чтобы бассейн набрать, а вообще искупаться. Сейчас вот как ситуация нормализовалась, мы детям набрали бассейн. Они рады, счастливы. Мы тоже. Потому что такая жара. Хочется прийти, нырнуть в воду теплую. Заменили больше 23 километров чернолесского группового водопровода. Поступает вода из артезианских скважин поселка Новый Маяк. Старый водовод был выполнен из-за цементных труб, который имел очень высокую степень изношенности из-за срока эксплуатации. Более 50 лет. Сегодня водовод был построен из полиэтиленовых труб, которые прослужат много лет. Уже в текущем году сотрудниками предприятия были проведены переключения. И сейчас население села Новоселеска обеспечивается по новому водоводу питьевой водой. За ходом работ тщательно следил телеканал «Свое ТВ». К новому водоводу уже переподключили все село. Была проведена замена, капитальный ремонт чернолесского группового водопровода, который осуществляет водоснабжение более 11 тысяч нашего населения в селах Новоселеска и в селе Китаевского. Это решение было важно, необходимо, потому что происходили частые порывы и аварии, что приводило к остановке водопровода и нарушению водоснабжения на протяжении до недели. Реконструкция началась в прошлом году по поручению губернатора Ставрополя Владимира Владимирова, а курировала ход работ Краевое министерство ЖКХ. Работу проводили совместно с министерством и Крайводоканалом. Было заменено самый сложный участок группового водовода. Выделено порядка 200 миллионов рублей, из которых 162 миллиона средств национального благосостояния. Данные мероприятия позволят существенно снизить риски возникновения инцидентов и необходимого капитального ремонта. Мы будем подавать ресурс более качественно, надежно. Скоро на Ставрополе начнется реконструкция трех очистных сооружений. Это улучшит водоснабжение почти для 80 тысяч человек. Проверили напор воды в Новосельцком округе Анастасия Толстолуцкая, Дарья Кретова и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Первая часть выпуска уже позади и впереди немало интересного. Подводим итоги за минувшую неделю. Вот о чем расскажем далее. Содержание дорог Ставрополя. Какой техникой пополнился автопарк региона. На Ставрополье снова пришла жара. Расскажем, как обезопасить себя и транспорт. В Михайловске завершают строительство школы. Как изменится учебное заведение? Мы продолжаем выпуск. Бюджет Ставрополя вышел на рекорд. Впервые его объем превысил 215 миллиардов рублей. На заседании Краевой Думы депутаты поддержали внесенный губернатором законопроект о корректировке главного финансового документа региона на этот год. Доходы Краевой Казны выросли почти на 7,5 миллиардов рублей. А расходы на 10,5. Куда пойдут дополнительные средства, выяснила Кира Мартынова. В прошлом году мы говорили о том, что 200 миллиардов рублей для Краевого бюджета это был рекорд. Но теперь каждая последующая корректировка бюджета это опять рекордная цифра как по расходам, так и по доходам. Так, после этого заседания расходы Краевой Казны превысят 215 миллиардов рублей, плюсом почти 10,5. На эту же сумму предлагают скорректировать графу доходов. Она состоит из трех позиций. Уточняются цели направления остатков, которые сложились на начало года. Это более трех миллиардов рублей. Более двух миллиардов рублей это целевая финансовая помощь из Российской Федерации. 14 направлений и, соответственно, остальные почти 5 миллиардов рублей это средства налоговые, неналоговые доходы, которые собираются с территории Ставропольского края. Прогноз поступления до конца года позволяет сделать именно такие предложения. Бюджет сохраняет социальную направленность. Базовый сценарий зарплаты, соцвыплаты и СВО, который закладывался на этот год, будет гарантированно исполнен. 955 миллионов дополнительно выделены на региональное здравоохранение. Это улучшение материально-технической базы учреждений, спецвыплаты медперсоналу первичного звена в малых городах и селах. Хочу отметить, что губернатор принял решение, депутаты поддержали сегодня на заседании Думы о выделении более 83 миллионов рублей для приобретения специального оборудования в лечебно-реабилитационный центр, расположенный в городе Ставрополье, где будут проходить реабилитацию в том числе и наши воины, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. 2 миллиарда рублей плюсом получит Краевой дорожный фонд. Мы начинали дорожный фонд этого года с 14 миллиардов рублей на сегодняшний день, в середине года. Он составляет 21,5 миллиарда. Это, естественно, рекордная цифра, которая даже по отношению прошлых лет, которая была предназначена в Дорожном фонде Ставропольского края. И, естественно, больший объем, более 60% будет направлен на муниципальное образование. Протяженность муниципальных дорог, которая будет приведена в нормативное состояние в 2024 году, составит более 500 километров. Приоритетный вопрос для региона – обеспечение питьевой водой. На модернизацию коммунальной инфраструктуры направят больше миллиарда рублей. 18 объектов, дополнительно добавленные через бюджет Ставропольского края. Это проектирование, проектирование в достаточно большом объеме территории Ставропольского края. Шпаковский, Грачевский, Придгорный район, Новосельский район и так далее. Мы, в соответствии с принятыми решениями, должны до конца текущего года проектно-осметную документацию разработать. Ну и в дальнейшем, конечно, будем смотреть возможность реализации через строительно-монтажные работы. Почти 30 миллионов рублей получает отрасль культуры. В первую очередь, конечно же, что для нас очень важно, это на материально-техническую базу наших учреждений, например, на приобретение кресел в Дом культуры «Спутник» Труновского округа, на ремонт цокольного этажа Дома культуры села Спицевка в Грачевском округе, на ремонт части кровли в селе, в Доме культуры села Орловка, Тировского округа. Также выделены средства на оформление наших интерьеров в краевой филармонии. Кроме того, дополнительные средства получила сфера образования. Деньги пойдут на строительство трех школ, зарплаты педагогам в детских садах. 160 миллионов добавили на выплаты многодетным семьям. Все это, конечно, даст нам толчок в развитии Ставропольского края, территорий. Ну и отдельной строкой идет, конечно, дополнительные средства по инфекционной привлекаемости, то есть на инвестиции, те, которые будут заходить на территорию Ставропольского края. В целом, хочу сказать, что стабильность в крае за последние годы, она присутствует и край набирает, ну, наверное, такое планомерное, равномерное возрастание по вертикали. Всего на заседании депутаты рассмотрели 15 вопросов, в том числе касающиеся обеспечения жильем детей-сироты, поддержки социально ориентированных НКО. Кира Мартынова и Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. 15 единиц дорожно-строительной техники передали работникам дорожной отрасли. Новые машины будут использовать для ремонта и содержания региональных и межмуниципальных дорог Ставропольского края. Какой еще техникой пополнился автопарк Шпаковского округа, знает Кристина Бородюк. Дороги – наши все, а люди, которые их ремонтируют, а зимой очищают от снега на вес золота. Алексей Павлович вот уже 43 года работает в Стававтодоре. Устроился после армии и до сих пор бессменный сотрудник предприятия. Я получал его в 2006 году новый КАМАЗ, я 18 лет на нем отработал, сейчас другую получаю. Для посыпки и уборки снегоуборочной дорог. И так же работает асфальт, будет возить и будет поливать. У него три функции выполняет он. Хороший? На хорошем же. Сегодня Алексею Павловичу и другим рабочим дорожной отрасли вручили ключи от новых автомобилей отечественного производства. В церемонии принял участие и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Большая-большая мечта была уже давным-давно иметь свою новую дорожную технику. И вот она все приходит. Что для нас? Мы формируем два новых направления по работе именно государственными дорожными предприятиями по эксплуатации наших дорог, по ремонту наших дорог, по ремонту мостов. Самое главное, что мы формируем потенциал для того, чтобы такие дорожные предприятия, я имею в виду по сбору дорожных техник, формировать на территории Ставропольского края. И мне бы очень хотелось, чтобы они у нас появлялись. Новые автомобили будут использовать для ремонта и содержания региональных и межмуниципальных дорог Ставрополья. Приобретенная техника пополнит и обновит автопарки филиалов Стававтодора, Александровского, Ипатовского, Кировского, Минераловодского и Шпаковского округов. Это пять комбинированных дорожных машин для работы в летние и зимние периоды, два автогрейдера, шесть катков и два асфальтоукладчика. Если мы берем те округа, куда техника передается, работы ведутся постоянно. Почему? Потому что мы должны приводить нормативное состояние. Всю дорожную сеть региональную, это в первую очередь будет затрагивать Ипатовский район, в том числе будет затрагивать Петровский муниципальный округ. Также это непосредственно, работы выполняются сегодня уже по 30 километров Ставрополь-Ростов, основной магистрали, которая связывает экономику не только Ставропольского края, но и ближайших регионов. В целом по Ставропольскому краю планируют привести в нормативное состояние еще около 200 километров региональных дорог и 490 километров дорог местного значения. Кристина Бородюк и Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. На Ставрополе подвели итоги основного этапа ЕГЭ. Госэкзамен в этом году сдали около 10 тысяч выпускников. Заветные 100 баллов получили по ЕГЭ более 90 жителей региона. Единый государственный экзамен – это важный период жизни наших детей, наших родителей. И в этом году данная кампания у нас прошла в штатном режиме. У нас работало 94 пункта проведения экзамена для 11-классников, которые сдавали ЕГЭ, и 241 пункт проведения экзамена для 9-классников. Также, как и в предыдущем году, в 10 часов начинался экзамен. Через интернет мы получали экзаменационные работы, которые было необходимо распечатать в аудитории перед детьми. Значительно возросло количество высокобальных работ по математике, физике и химии. Также увеличилось и число медалистов, которые окончили школу с отличием. Так, в этом году где-то около 1400 детей должны получить медаль первой степени, или золотую, как у нас принято называть. И около 500 детей получат медаль серебряную второй степени. Эта практика введена только с 2024 года, и она абсолютно верна. Инициатива поддержана Министерством просвещения и работает на благо наших детей. В Михайловске близится к завершению строительства школы на улице Локомотивной. Новое учебное учреждение примет 900 учеников. Все будет по последнему слову техники. Кабинеты оснастят современным оборудованием, а в школе разместят три спортивных зала, игровые и спортивные площадки. Учреждение уже готово на 70%. Сейчас прокладывают наружные сети и приступают к благоустройству территории. Возводят школу по нацпроекту образования. Поставил наш губернатор Сарапурского края задачу, сдачу ее к 1 ноября этого года. Вот будем стараться. Вот стоит подрядчик, стоит мой зам, который будет контролировать ход работ. Я думаю, что, дай бог, в следующем году, с Нового года, сюда пойдут дети в школу учиться. Новую прекрасную школу, которую так долго ждали в городе Михайловске и Шпаковском районе. К авариям на дорогах может привести не только невнимательность водителей, но и даже жара. Машины буквально не выдерживают высоких температур и закипают на трассе вдали от тех станций и автомагазинов. Вместе с ними закипают и водители. Как этого избежать, что пить и есть в жаркую погоду? Анастасия Толстолуцкая отправилась под палящее солнце, чтобы ответить на вопросы. Олег, ты сюжет снимать хочешь? Да я ни о чем думать не могу в такую жару. Мне плохо, машине плохо. Видимо, пора пересаживаться на общественный транспорт. Потому что, что я усвоила, так это то, что если плохо себя чувствуешь, ни в коем случае нельзя садиться за руль. Кстати, а может быть, есть еще какие-то способы обезопасить себя от жары? Лето, пора отпусков. И часто водители отдают предпочтение личному транспорту. Будь то пикник за городом или долгая поездка на море. Но в таких путешествиях нужно быть особенно осторожным. Неподготовленный к долгой дороге водитель может создать аварийную ситуацию. Сами смену. Вы ехали сюда, в Ставрополь, правильно? Вот, по жаре. Скажите, вот вы как водитель, как справляетесь с жарой? Открытые окна, либо кондиционер. Транспорт, как и человек, не очень любит жару. Так что прежде, чем отправиться в поездку, обязательно проверьте, исправна ли тормозная система, рулевое управление и система кондиционирования. А еще перед дорогой не забудьте выспаться и взять с собой обычную воду. Если мы говорим о дальних поездках на дальние расстояния, то предпочтите ли, конечно же, выбирать то время суток, в котором водитель будет комфортно управлять транспортным средством. Как правило, это утренние и вечерние часы, когда нет пиковых отметок на термометре из-за жаркой летней погоды. Если же поездка осуществляется именно в полдень, в самый, скажем так, разгар летнего сезона и повышенной температуры окружающей среды, то, конечно же, водитель должен как можно чаще прерывать эту поездку с целью того, чтобы самому отдохнуть. Следить за своим здоровьем должны как водители, так и пешеходы. Носите легкую одежду и не забывайте о головных уборах. Охлаждающие напитки тоже супер. Одежда. Одежда, да, надеваем ткани неплотные, как бы такие свободные, необтягивающие. В тенечке сижу, водичку пью беленькую, аж два лома. В шляпе, в легкой одежде, с водой. И, в общем, вот так вот как-то. Очень хорошая сейчас еще и не жара. А еще в Ставрополе работают вот такие ларьки, где можно купить прохладительный напиток. Сейчас узнаем, какой лучше пить в такую жару. Скажите, что лучше, квас, лимонад, мохито взять? Вообще-то сейчас в основном берут квас. Как сообщает администрация города Ставрополя, в краевой столице работает 31 точка по продаже прохладительных напитков. Спасибо вам большое. Так, ну давайте теперь сравним. С чего начнем, с мохито или с квас? Давайте с мохито. Не очень сладкий вкус, поэтому, скорее всего, да, не захочется потом пить. Но я, как любитель кваса, не могу пройти мимо. Мне кажется, квас – это идеально в жару. Однако в жару, советуют медики, предпочтение желательно отдавать обычной воде. Суточная потребность организма человека в жидкости составляет 30 мл на 1 кг веса. В жаркое время – 40 мл на 1 кг веса. При этом большая часть выпивается до 1,5 литров, часть поступает вместе с пищей, часть образуется в организме. И в жаркое время нужно, с учетом некоторых особенностей, подобрать себе более безопасный способ утоления жажды. Пить много воды специалисты тоже не рекомендуют. Это нагрузка на сердце и почки. Воду нужно распределять в течение дня. Обратите внимание, напиток должен быть комнатной температуры или прохладным, но не холодным. В жаркий период лучше отказаться от высококалорийных продуктов, жирных продуктов, копченостей, фастфуда. Лучше заменить мясо рыбой и предпочтительнее, конечно, растительное питание в этот период и молочные продукты. А еще важно помнить – в фонтанах нельзя купаться в любую погоду. Это небезопасно. Перед съемкой запаслись водой Анастасия Толстолуцкая, Полина Забровская, Дарья Кретова и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. На этом у меня все. Именно такой была минувшая неделя. Я уверен, что будущее окажется не менее интересной. Вы смотрели итоги на своем. Меня зовут Герман Кудеяров. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова